Добрый день, сегодня анбоксинг. Это Кубик 3х3 компании Кубинг Класс Рум Мою МФ3 РС3М Немагнитная версия вышла уже давно Покупать ее не стал, поскольку гулять на упаковку, которая была похожа на немагнитные версии топовых главоломок от Мою я предположил, что вскоре будет магнитная версия и так оно и случилось. Коробочка конечно уже выглядит немножко не так как я ожидал в магнитной версии, но она есть Кубинг Класс Рум Мафана Джаоши одно и то же по-английски, по-китайски ну и название РС3М Сам Кубик внешне имеет такой же логотип как его два предшественника Сейчас с ними сравним но для начала посмотрим на комплектацию подставка от компании Мою идет в комплекте набор для настройки ну и в том числе и отвертка карточка вот это дребрец и карточка еще с китайцем внутри также запасные магниты вот такие они здесь заложены все одинаковые и инструкция и инструкция на следующем случае открою метод для начинающих от компании Мою коробочка без особых изысков но вполне неплохая отверточку мы себе отложим остальное поспокоится но еще подставочку оставим если сравнить с предыдущими версиями МФ3РС МФ3РС2 и вот МФ3РС3 магнитный сразу видим по красному цвету что он стал несколько темнее желтый примерно такой же оранжевый такой же а синий синий потемнее то есть немножко а давайте зеленый еще зеленый ну примерно похож хотя мне кажется немножко другой оттенок то есть немного изменили цветовую схему чуть потемнее некоторые цвета стали если вспоминать МФ3РС то очень неплохая бюджетка подобный кубик лежит у меня в машине который я собираю в пробках либо на светофорах он шумноват но совершенно неприхотлив МФ3РС2 тоже неплохая бюджетка но мне почему-то понравилась меньше чем первая версия я ничего особого не ожидал от третьей версии поэтому соответственно и магнитный брать не стал взял сразу с магнитами когда достал его из коробки первый раз его кручение было очень похоже на робикс он был абсолютно сухой и крутился очень плохо я добавил сначала мару стал крутиться лучше он был очень расхлябанный ну и решил раз я немножко приболел и сразу не могу снять видео немножко покручу покрутил сборок 100 и на удивление время оказалось неплохим сильно расхлябанный малоконтролируемый но собирался удобно я добавил еще густой смазки ган и дело пошло еще лучше в итоге я так не взначай обновил сотку которая там немного меньше 17 секунд но давил не на много но все равно обновил и это хорошо скажем так кстати с этой посылкой пришла еще смазка от Дайан который кубику Дайан магнитный типа 8 должен был быть в комплекте но тогда не пришел продавец все дослал все в порядке в комплекте смазка должна идти но я стал крутить кубик дальше комбинируя густую и жидкую смазку спустя сбор где-то 450 500 я его все-таки немного затянул и получил где-то такое приемлемое для меня вращение головоломки если так посудить то он не особо тихий если взять тот же самый Дайан он намного тише ну и Дайан быстрее это достаточно быстрый куб приятный и очень мягкий очень-очень мягкий настолько мягкий что иногда это кажется чрезмерным давайте разок соберем и продолжим мне ни разу не встретились какие бы то ни было лакапы на этом кубике возможно повезло возможно еще время не пришло но очень комфортно особенно движение двойных слоев почему-то прям очень хорошо идет очень быстро и шикарно удивил меня этот кубик то есть он вряд ли является полноценным продолжением первой и второй версии это кубик гораздо более высокого уровня и вполне вероятно является ответом на кубик компании YJ MGC2 и вполне достойный ответ то есть это среднего ценовой категории головоломка магнитная 3х3 и это тоже по-моему даже MF3RS3M он чуть подешевле чем MTC но он другой но не хуже то есть это равноценные кубы я бы даже сказал то есть побогаче комплектация да тут нет сменных пружинок там каких-то но подставочки те же отверточки это приятно и крутится крутится очень хорошо но опять же из коробки сухой и надо смазать иначе он как рубикс изначально он мне совершенно не понравился из коробки да я не стал его сразу снимать решил покрутить чуть-чуть и вот вот особенно вот так через двойные слои идет очень хорошо резко углов происходит мягко приятно нежно я бы даже сказал как в прямую так и в обратную сторону ну здесь есть мертвая зона но это не так страшно единственное что портит этот кубик это вот такой логотип который говорит что это бюджетный куб это так чисто субъективно давайте посмотрим строение так для начала ребра вот это первая версия мы видим много рельсов на вот этой стороне здесь рельсов нет и ножка из неокрашенного пластика на второй версии неокрашенный пластик уже пропал здесь появились вот такие вот углубления рельсы стали практически незаметны хотя они тут какие-то есть еле-еле а на третьей версии мы видим рельсы вот такие двойные здесь их полное отсутствие что больше всего похоже именно на вторую версию вместо одной большой глубокой выемки две небольших и ножка сильно поменялась то есть здесь она такая мощная была здесь какая-то двухслойная стала и никакого неокрашенного пластика нет самый миниатюрный был как раз на версии 1 первая вторая это желто-зеленая это третья версия углы первая версия опять ножка из неокрашенного пластика не знаю почему они перестали это делать вторая версия какие-то дополнительные углубления здесь появляются уже неокрашенный пластик пропадает третья версия более всего похоже получается на вторую но немножко получается более вытянутая ну да опять какое-то двухъярусное основание и появляется вот такой вот болтик до этого нигде не было если его открутить можно снять ножку и разобрать угол но я этого делать не буду приложу в фотографии извлекаются элементы из этого кубика достаточно тяжело что говорит о том что вряд ли он будет попать хорошо магниты здесь достаточно слабенькие где-то может кому-то не понравится я сейчас пошла мода на не очень сильные магниты не знаю почему но в этом случае достаточно комфортно все ощущается хотя я люблю более сильные магниты этот кубик меня удивил в очередной раз ну скажем так стали делать очень хорошие кубы и как бы уже сделать плохой куб не знаю надо постараться если выбирать между MF3RS3M и MGC я даже не знаю MGC более жесткий с такими мне кажется чуть посильнее магнитами ощущаются они этот более мягкий и плавный если вспомнить также недавно вышедшую новинку от Yuxin которая как по мне очень неплохая трешка о ней будет подробно следующее видео но что-то где-то чуть-чуть не дотягивает так она больше своей уникальности хороша не знаю что этот кубик хорош что этот хорош тут уже выбирать по своим ощущениям то есть это уже не та бюджетка которая можно советовать только новичкам это вполне можно собирать и продвинутым пользователям я конечно не могу себе к сильно продвинутым относить но мне понравился кубик на нем обязательно докручу тысячу вполне комфортный и приятный кубик рубика 3х3 очень приятно крутится расхвалил я этот куб но есть за что главное из коробки смазать и как по мне немножко затянуть коробки прям сухой приходит он в целлофане что большая коробка что сам кубик я как видно его распаковал удачная достаточно бюджетная трешка от компании мою со бренда клубин классром молодцы а на этом все всем спасибо всем пока